Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне до 30 лет, первая группа. Не хожу, плохо говорю, проблемы с руками. Имею высшее образование, училась бесплатно, работаю дома, умею почти все. Живу с родителями, это и есть проблема. Один из родителей выпивает. Скандальный не работает. Все всегда не так, родители без конца учат, скандалят, что от них вечная, лишняя работа. От них вечная, лишняя работа. В другом лезут, меня ни во что не ставят, чуть что, во всем виновата я. Дело начинают, приходится заканчивать. Имеется ввиду, начинаю. Допустим, меня никто не доставляет мыть посуду, но при этом лежит гора. С уборкой так же, и даже с едой так. Никто не доставляет готовить. Но обеда нет, куча надо. Полы не помою, так и будет грязь. Мою работу никто не считает за работу. Но при этом денег не хватало. Никогда не работало, даже и конфет не было. Родители обвиняют меня в неблагодарности, но за что обвинять, непонятно. Меня никто никуда не устраивал. Папа пилит, что ему со мной тяжело, сколько денег на лечение попрасено зря. Мой диагноз, в принципе, не лечится. Не лечится, это уж хоть что делай. Даже пилят. Почему полы не в тот день помыла? Или не в то время? Родителям хоть что хорошее сделай. Одно слово против, и все виновата во всем. Никогда мне не верят. Хочу съехать, скандалят, обвиняют в том, что они умрут от переживания, и кто будет вести их дела. Сейчас мне стыдно, что я не испытываю к ним особой любви. Чисто по-человечески. Жалко, лекарства дам, уберу и прочее. Хочу жить отдельно, устало. Как научиться по минимуму реагировать на скандалы родителей и настроить себя на то, что в моем желании жить отдельно и спокойно нет ничего плохого. Это мое право. Спасибо. Ну, во-первых, хочется сказать, что абсолютно нормально, что вы не чувствуете любви какой-то к своим родителям в этом смысле. На мой взгляд, дело здесь в том, что у вас много злости, много агрессии на них. И, естественно, в этой ситуации любовь чувствовать довольно сложно. Я думаю, что в первую очередь вам нужно выразить злость и агрессию. Все, что у вас накопилось, все обиды, которые у вас на них есть. Я думаю, что в какой-то степени это и держат вас с ними. Ну, в той или иной степень держат, потому что тут все завязано. Обида означает, что необходима компенсация какая-то компенсация, это вот как раз то, что вы для них делаете, это то, что вы стараетесь для них, вот, в какой-то степени это компенсация того, что они вас обижают, потому что здесь вы чувствуете свою силу. Дальше, после того, как вы выразите вот это, на мой взгляд, у вас появится возможность, в общем-то, любить своих родителей. Любовь предполагает принятие как одному, так и второго. То есть, ну, того, кто выпивает, да, и того, кто, соответственно, выступает созависимым партнером. Необходимо как-то просвещаться с точки зрения феноменов, что ваши родители являются один из них, я так понимаю, у него алкогольная зависимость. Второй партнер, он созависимый. И вам необходимо это увидеть, вам необходимо увидеть, что это феномен, что люди внутри феномена ведут себя совершенно соответствующе. И перестать воспринимать по возможности их поведение, их реакцию, их модель отношения к вам, как выбор. Потому что это не выбор, скорее всего. Дальше, значит, да, выражение злости и агрессии в том числе позволит более четко простроить личные границы между вами и родителями. Чтобы вы более четче понимали, что вот здесь я, ну, грубо, здесь я, здесь вы. Это мое, это ваше. Это меня касается про меня, это про вас, ну, и так далее. Я думаю, что то, что вас сдерживает, почему вы не уезжаете, отчасти связано с этим. В какой-то степени мне кажется, что вы боитесь, что не справитесь. Одно. Пусть это не так, пусть вы уже сами все делаете, пусть вы, по сути, сами все, ну, себя обслуживаете, обеспечиваете и так далее. Все равно, вы не жили никогда одна. И есть некий страх. Я думаю, что вот так вот просто уехать, чтобы жить как-то вот самостоятельно, это мотивация, если, ну, не сыграла свою роль до сих пор, то вряд ли сыграет. Вам нужна психотерапия, потому что, помимо того, что, возможно, вы не принимаете свой диагноз, да, и как-то вы боретесь внутренне против него. Но это не факт, может быть, и нет. Вы же в этом смысле, ну, как будто бы коммуникативно изолированы. То есть у меня нет ощущения, что у вас есть друзья, у меня нет ощущения, что вы вовлечены в какую-то социальную жизнь и так далее. Это очень важно. Поэтому крайне важно здесь выстраивать, так сказать, социальные контакты. И вот, в принципе, выходить из дома, проводить время с другими людьми, бывать в разных местах и видеть, как живут другие люди, соприкасаться в той или иной степени с их бытом. И, в общем и целом, таким образом более социализироваться, чтобы ваш переезд, да, вы четко понимали, что вы будете делать, переехав. Вот, ну, например, с парнем, да, встречаться, там, например, там, не знаю, как-то вот свой быт организовать. Вот, вы можете об этом, кстати, подумать и просто подумать, как вы могли бы жить сами. То есть как бы вы жили, если бы вы были одна, да? Вот, и так далее. Очевидно, что родители вызывают у вас отращения. Потому что вы говорите, что вам их жалуют. Жалость это всегда про обращение. Замаскированную такую. И если в этом месте у вас возникло сопротивление и желание со мной поспорить, то я боюсь, что вы пока не готовы от них уезжать. И более того, вы пока психоэмоционально от них не сепарированы. Потому что жалость человека, в общем-то, не возвышает. Ничего полезного она ему не даёт. Вот. Дальше. И последнее. Вот вы говорите, значит, как себя настроить, что в моём желании нет жить отдельно, ничего плохого. А что в этом может быть плохого? Ну, давайте какие-то аргументы. Что в этом может быть плохого? Помощь родителям? Ну, окей, вы можете приезжать к ним, помогать им. Вот. Чего вы хотите для своих родителей? Вот вы сами. Чего вы хотите для них? На мой взгляд, если скандалы были с детства вашего, то вы взяли на себя роль, знаете, такого скрепа. Скрепы. То есть вы скрепляете их вместе, своих родителей. Я думаю, что они тоже как-то уже привыкли, что живут вместе ради вас. Вот. И где-то в глубине души вы подозреваете, что если у вас не будет, да, то они там разойдутся или там что-то случится. Вот. Если такой момент присутствует, то тут вот тоже очень важно именно с детскими какими-то моментами, воспоминаниями поработать, да, и, значит, в русле, может быть, транзактного анализа, посмотреть, как, чего, вот, то есть вопрос безопасности вашей рассмотреть, потому что тоже так вызывает некоторые вопросы эта история. Ну, вот. Ну, в принципе, всё, я думаю, у вас есть обидность на родителей, это тоже нужно выразить, потому что вас они будут отправлять. И очень важно вам сфокусироваться на своей ценности, потому что конкретно сейчас у меня есть такое подозрение, у меня есть такое ощущение, что вот своей ценности вы не чувствуете или чувствуете, но не очень хорошо. Это большая тоже проблема, если вы не чувствуете своей ценности, вот, если вы не можете её заметить, не можете её почувствовать, потому что необходимо опереться, опираться на себя, да. Вот. Если вы этого не делаете, то тут вот могут быть такие довольно тоже серьёзные проблемы, и вы можете видеть смысл, цель своей жизни только в том, чтобы жить со своими родителями, что не очень хорошо. Не очень хорошо, да. Вот. На этом всё, надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего самого доброго. Обращайтесь.